Всем привет! Вы смотрите фрагмент программы «Обратный отсчет» от 16 мая. 2022 года, сегодня понедельник. Полную версию этой программы, пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon. И спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. Сегодня 82-й день войны России против Украины. По данным Генштаба ВСУ, рашисты на сегодняшний день, на утро сегодняшнего дня точнее, потеряли уже 27700 солдат убитыми, 1228 танков, 2974 бронемашины, 200 самолетов, 165 вертолетов. И как всегда в начале этой программы, короткий видеоотчет о происходящем на украинских фронтах за последние сутки. И как всегда, без комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На международной арене наблюдается кардинальное повышение градуса расистской истерии. Еще бы в Финляндии, Швеции объявили о своей готовности вступить в НАТО. И тотчас понеслось говно по трубам. Заместитель Лаврова Сергей Рябков отметил возможное изменение статуса России в новой концепции НАТО. И заявил, будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки. Что и требовалось доказать, путинистам надоела война по доверенности, как ее обозначил протрезвевший под капельницей Медведев. Им схватку с НАТО подавай. Но это не просто слова. Пару дней назад расисты уже нанесли пристрелочный ракетный удар неподалеку от границы с Польшей, как бы намекая на готовность повысить уровень противостояния, вплоть до реальных ударов по самой Польше. На фоне заявлений польского премьера Моровецкого о русском мире как раковой опухоли, жажда мести овладела под санвой. После заявления Большой Семерки о непризнании новых границ России после оккупации части Украины, непросыхаемый Медведев вновь застрочил в своем телеграм-канальчике, как игрушечный пулеметик. Скажем мягко, нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны Большой Семерки. Важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья. Еще семерочники забыли сказать про неизбежное использование России стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на лобном месте Красной площади через четвертование. Все еще впереди. Дух Жирика продолжает пожирать тело медвединки. Но на самом деле все отнюдь не смешно. Видя черепаший темп движения своих орко-подразделений, Путин способен пойти ва-банк по принципу «не доставайся же ты никому». По некоторым данным, Путин принял принципиальное решение о завершении доядерной эпохи человечества. При этом нанесению ударов тактическим ядерным оружием может предшествовать ковровая бомбардировка всей территории Украины. После чего фигуры сметаются с доски и следует удар самой доской по кумполу противника, который гипотетически допускал подобный исход, но практически не верил в решимость Кремля пойти по пути явного суицида. В реальность такого сценария заставляет верить и активация системных говрунов типа Фейгина и Соловья, истошно продвигающих успокоительную риторику о мнимой болезни Путина, очередном раке Паркинсона и неизбежной операции. А главный киевский успокоин Арестович и вовсе ставит диагноз диктатору, основываясь на телевизионной картинке от 9 мая. С такими диагностами угомонить рашистов будет очень трудно, а успокоительное, наверное, полезно в стрессовой ситуации, но не в столь убойных количествах. Между тем, сам Путин сегодня, выступая на открывшемся в Москве саммите ОДКБ, заявил о том, что в некоторых странах нацисты становятся даже президентами, это он так не про себя, если что, а про Зеленского, и что НАТО, дескать, используется как внешнеполитический инструмент США, и что именно это усугубляет обстановку в мире. В пользу жутковатой ядерной версии говорит еще и то, что до самого Путина все-таки дошла информация о реальном положении дел на украинских фронтах, даже если посол России в США Анатолий Антонов заговорил о невозможности капитуляции. Беликанцы со всех сторон, в принципе, подталкивают нас к переговорам. Но при определенных условиях, и таких условиях я бы назвал бы три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе, отвезти наши войска за линию до 24 февраля всего года. И третье, покаяться за все содеянное. Разумеется, и мы твердо и ясно говорим, и однозначно в этом уверены, по крайней мере, российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет. И мы твердо уверены, если бы не было этой уверенности, нам было бы сложнее бы работать. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил Верховный план командующий, перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены. Мы никогда не сдадимся, не отойдем назад. Сегодня российские хакеры Killnet, косплеящие знаменитых анонимус, запилили умопомрачительный видос с угрозами глобальных кибератак. Путинские кибермартышки не нашли ничего лучшего, как спутиниздить креатив, но в своем убогом стиле. На фоне песни «Вставай, страна огромная» этой орочей музыкальной классики, они ни много ни мало объявили войну США, Британии, Германии, Италии, Латвии, Румынии, Литве, Эстонии, Польше и, конечно же, Украине. И, походя, пообещали уничтожить правительство этих стран. Теперь есть надежда, что недоуничтоженный Олаф Шольц встрепенется и перестанет оглядываться на дрезденского карлика. Утром стало известно, что Германия планирует полностью отказаться от российской нефти к концу года, даже если ЕС не удастся договориться о запрете на весь Евросоюз в рамках следующего этапа санкций. Правительство Германии уверено, что сможет решить проблемы с логистикой в течение следующих 6-7 месяцев. А вот Будапешт по закрытым каналам продолжает вести торг с ЕС за субвенции в обмен на поддержку санкций против России, что вызывает справедливую обеспокоенность МИДа Литвы, который заявил, что весь союз находится в заложниках у одного государства, имея в виду позицию Венгрии. Но вернемся к угрозам путинских кибермартышек, отметив, что они не упомянули в своих угрозах Францию. Возможно, Путин впал в Макронозависимость и хочет продолжить сеансы французской любви по телефону. Не попала в список атакуемых и Австрия, глава МИДа, который заявил, что Австрия уважает решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, но сама останется нейтральной страной. А самому воинственному Ублюдистану, который, по словам Лаврова, принял вызов НАТО, прогнозируют падение ВВП в 2022 году на уровне 10,4%. Также Еврокомиссия прогнозирует всплеск инфляции в России в этом году до 20,5%. На фоне надвигающегося краха кукушка окончательно покидает путинский чердак. А в таком состоянии братва поистине способна на что угодно. Есть такая вещь, как диверсионная война. Допустим, товарищ Сталин в свое время вот эти красные линии рисовал там, где он хотел. И Бендера, и пособники нацистов, и в принципе враги советской власти, где бы они ни жили, на территории Западной Европы или в Соединенных Штатах Америки, боялись, что они заработают свой ледорог. Надо заметить, что тот же самый Бандера был ликвидирован в Мюнхене. Абсолютно верно. Вот ровно то же самое ощущение должно появиться у любого латвийского политика. У министра внутренних дел, у любого депутата, который голосовал за взнос памятников, у начальника полиции Риги, у кого угодно. Каждый из них должен понимать, что страшная Россия рядом, это правда страшно. Причем не фигурально страшно, то есть это не нарисованная карикатура. Это потенциальный ледоруб твой затылок. И напоследок новости культурки. На российских телеканалах в ближайшее время выйдут иранские фильмы и сериалы, радостно сообщает РИА Новости. Ну что ж, это поистине прорыв. После такого остается только ждать захватывающих боевиков, снятых талибами, и на худой конец свежих пиратских копий из Сомали. И на этом на сегодня все. Полную версию программы «Обратный отсчет». Пожалуйста, смотрите на ресурсе Patreon. И спасибо всем, кто становится нашими патронами прямо сейчас. В среду программы «Обратный отсчет» не будет. Будет программа 282 без политесов для тех патронов, которые подписаны на 5-долларовый пакет и выше. Ну а с остальными мы, естественно, встретимся в четверг. Всех обнял. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!